Во многих европейских городах опустили центры. Типичный пример – бельгийский Невель, расположенный между Брюсселем и Шар-Леруа. Старинный и живописный, он почти лишён прохожих и туристов. Президент Европейской ассоциации городского управления рассказывает о том, кто в этом веке покидает главные площади и улицы. «Первые жертвы – это независимые торговцы и предприниматели, которым вздули плату за аренду помещений в престижных районах», сказал Жан-Люк Каланже. Затем стали разоряться владельцы зданий. В итоге пострадало всё общество. Городские центры стремительно беднели. В них с окраин перебиралось малообеспеченное население. Происходила деградация среды обитания. В упадке городских центров виновны центры торговые в предместьях. Один из них расположен в пяти минутах езды и в шаговой доступности от ратуши Нивеля. Ежегодно туда приходят за покупками и услугами до пяти миллионов человек, которых ещё можно вернуть в традиционные лавки. «Мы видим, что в городской черте появляется новое поколение коммерсантов, которые не хотят выходить на массовый рынок», — продолжает Жан-Люк Каланже. «Это современные ремесленники, торговцы продуктами питания, рыбой, фруктами, овощами, пекарей. У них продукция качественная, рассчитанная на изысканный, часто индивидуальный вкус». Кроме того, городской бизнес интенсивно осваивает цифровые технологии. Эти предприниматели не только приглашают клиентов делать заказы через интернет и совершенствуют свои сайты. Прежде чем открыть физический магазин, они строят его деятельность в интернете. А пока уличные кафе теряют свою клиентуру. Угощения, развлечения, бытовые услуги разнообразнее и дешевле в торговых центрах. Глава Федерации производителей одежды надеется, что её снова будут продавать в уличных бутиках. «Это бы решило социальные проблемы, создавая рабочие места для нашей экономики, говорит Бернар Морван. Поощрение предпринимательства помогло бы решить проблемы безработицы в городских центрах, которые очень нужны и обществу. Нужно развернуть на эту тему дискуссию между потребителями и коммерсантами. Тогда польза будет максимальной». В среду Еврокомиссия решала, как оживить урбанистический пейзаж, как вернуть людей в городские центры. «Автопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп